Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио Сегодня у нас 26 февраля 2016 года, пятница По одному из современных календарей, по одному из старинных 36-й день месяца Югстужа, 7524-го лета, вторник Родокон женщины, беременности, роды Порождающие начало закона русского духа Такова тема сегодняшнего живого эфира Главный соведущий Кутенков Павел Иванович Здравия, Павел Иванович Добрый вечер Я предлагаю нашим радиослушателям немножко рассказать о себе Буквально вот так, коротенько Те, кто еще не знакомы с вашим творчеством Те, кто не знакомы еще Что написано этим замечательным человеком Который у нас сегодня собеседником является в эфире Спасибо за похвалу Еще, видимо, ее не заслужил Добрый вечер, уважаемые судари и сударыни Я Кутенков Павел Иванович Исследователь русской народной культуры Занимаюсь исследованием обрядов, обычаев, одежды Ну, во всех проявлениях, которые оно имеет Исследования веду на основе полевых выездов, полевых походов И эти исследования Стараюсь довести до людей В виде своих работ, статей, книг По многим направлениям Ну, в частности Возможно, кто-то из вас читал мои книги Это Ерга-Свастика, знак русской народной культуры Ерга-Крест, знак Святой Руси Ерга-Свастика Это вторая книга в этой области Великорусская женская сряда Южно-Русская народная одежда Ну, священные знаки в обрядах и срядах Великорусов И другие книги И в том числе Вот сегодня мы будем говорить Вести речь Это одна из последних моих работ Вводящая в научный оборот Закон русского духа Книга так и называется Закон русского духа в обрядах и срядах восточных славян Ну, в настоящий момент я тружусь в Смольном институте Российской академии образования доцентом Ну, вот так вот, коротко Ну что ж, официальная часть закончена Теперь переходим на наш русский принцип общения на ты И, значит, у меня такой вопрос возникает Родокон женщины Звучит современному уху, наверное, как-то так не очень приятно Вот, Павел Иванович, скажи Родокон женщины – это что такое? Закон русского духа Ну, начнем с закона русского духа Ну, хорошо, отца там Закон русского духа – это пять закономерностей Которые описывают на основе закона времени Пять духовных переходов Это вот время роженицы Родокон роженицы Родокон младенца Родокон свадьбы Родокон перехода в иной мир И родоконы на светной печали Вот пять духовных переходов Но вот этот стержень духовный Из пяти закономерностей Объединенных в закон русского духа Составляющие ядро закона русского духа Они входят в знаковую матрицу жизни женского начала А знаковая матрица Это я немножко поясняю, чтобы понять Чтобы приступить к Родокону Знаковая матрица, она включает Два таких круга жизни Это ергические родоконы От рождения и до перехода в иной мир Вот они идут Роды, младенчество Детство, отрочество, свадьба Детородное время или родославное время Последетородное время Время старухи и переход в иной мир Вот это ергические родоконы А потом второй малый круг Это сварожьи родоконы Это праздники Это печаль Это младенчество Это свадьба Это вдовство Это время вековухи Время чернички И смертное время Но если вот так вот коротко Вот два таких круга Они составляют Родоконы знаковой матрицы И вот родоконы Законы русского духа Пять родоконов Они являются духовным стержнем Так что такое родокон Когда мы говорим Ну например Для понимания Говорим Время Детородности Вот женское время Детородности Ну нам всем становится Понятным Что время Детородности Это когда Стали появляться У девочки крови И в общем Она может забеременеть А заканчивается Там за 50 Под 60 лет Когда как говорится Это явление Физическое Заканчивается У женского начала А когда мы говорим О родоконе Детородности То это совершенно Иное Вот на этом Общем времени Детородности Выделяется Сам родокон И он Отграничивается Обрядами Время Детородности Начинается Не с того момента Когда Девушка Может рожать А с момента Свадьбы Когда это Освещается Обрядом Когда это Освещается Родом С семьей Общиной Это вот начало А заканчивается Время Детородности У женского начала У бабы Уже В 40 лет Или Если Старшие дети Женились Вышли замуж Раньше То и раньше Допустим Александр Сергеевич Пушкин Писал Старая старуха Уже 33 года Для нас Вот Странно Сегодня слышать Такое выражение Как может быть Старуха В 33 года Быть старой Это очень просто В 14 лет Вышел замуж Через 15 лет Замуж Выдала дочь И уже К 33 годам У нее Внуки появились Он на старой старухе Это статус ее То есть Родокон Это то время Которое Разрешает Освещает Выделяет На Общем Общем Поле Детородность Вот это Родокон Детородности Точно так же И остальные Времена Допустим Родокон Праздника Он уже Праздник Начинается С обряда И заканчивается Обрядом Вот И каждый Родокон Знаковой Матрицы Он имеет Свое Обрядовое Начало И обрядовое Завершение И В стержне Его В ядре Его Лежит Духовное Начало Вот это Собственно Говорят Понятие Родокона Хорошо Павел Иванович Вот смотри Когда ты дал Столько много Информации Мне как в анекдоте Когда папа Что-то рассказывал Мальчику Про то Почему появляется Коричневый налет На яблочке Которую надкусил И мальчик спросил Папа Ты с кем Сейчас разговаривал Так вот Очень много Информации Ты дал Очень важная Давайте перерашифруем Для наших радиослушателей Эту информацию Во-первых Было произнесено Слово Ярга Ярговые Символы Вот что такое Ярга Для тех Кто еще не в курсе Давай расшифруем Ну Да Можно конечно Дать понятие Это Хотя мы Все должны знать Само Ярга Это Это в общем Жизнь А В знаковом Отношении Она Проявляется Как рез С загнутыми Концами Или На санскрите Это свастика Вот Отсюда Времена Я назвал Ергические То есть Те времена Которые дают Так скажем Кровно-родственную Жизнь Их никак не минуешь Вот Как говорится От рождения До смерти Их все пройдешь Они Ергические Отсюда Вот Ерга Идет Дальше Сказал Что Не только Когда девушка Созрела Быть Матерью А тогда Когда община Позволила быть Насколько я понял То есть Что получается Если община Сказала В 14 лет Разрешила Выйти замуж Что в 14 Если в 16 То в 16 Получается так Да Ну Почти так Но не совсем так Время Выхода Замуж Она установлена В русской Народной Культуре Она освящена Тысячелетиями Нашего Бытия И оно Определено Так скажем Вот Такая устойчивая Граница Это 14 лет То есть 14 лет А то и с 13 В зависимости От того Как она Созревала И как ее Готовили Главное Семья И род Как ее Готовил То есть Она должна Была быть Готова Стать Матерью Вот С этого Времени Разрешалось За нее Свататься Но это Во внешнем мире Это делалось Очень просто На троицу Там На купалу На нее Надевали Определенные Знаки Так скажем Венчики Определенные Венки Но не венки Не в плане Вот цветов А венки Так сказать Головные уборы Определенные Там С определенными Знаками И все понимали Что за нее Можно сваться Или по нему В некоторых Мясностях Надевали на нее И как она выходила На праздник Допустим В Паневе И в венке Все Вот За нее Можно было Идти Свататься То есть Вот это было Разрешение Общины На это дело А как называли Такую девушку В разных местах Ведь у нас сейчас Популярно слово Невеста на выданье А вот тогда Как называли Такую девушку Готовую уже К тому Чтобы стать женой Вы знаете Ее называли По-разному В каждых местностях Ну вот Названия такие Допустим Совершенные Совершенные Невеста Совершенная Были девки Несовершенные А девка Совершенная То есть Вот оно Совершенное Это очень интересное Слово Оно бытовало В частности В селе Секирино Рязанской области Сейчас она бытует Да Там это слово Живет Вот Она совершенная Вот ее называли Вот она совершенная И все За нее можно свататься То есть Совершенная В том Что она Как женское Начало Созрела Для создания И совершенная В том Что приготовили Сряду ее Сряду То есть То в чем Она должна была Ходить бабой Вот она Совершенная В других местах Называли Невеста Паневница То есть На нее надели Паневу Это знак Так скажем Вступления В половые отношения Знак посвящения Знак готовности Стать матерью Вот она Называлась Паневница Ну и в общем В каждом В каждом Дело в том Что если мы Попытаемся найти Какие-то Общие слова Мы их можем найти Конечно Вот невеста На выдании Да Это Так скажем Достаточно Тоже Распространенное Название Она говорила Что ее можно Выдавать Выдавать Из рода Из семьи Вот это А в других Местостях Она вот Как я сказал Могло быть И так И эдак Так скажем Но оно Оно Определяло Суть Вот этого Состояния И положения Девичьего Так скажем Девки Этой Женского начала Вот почему Я задал вопрос Потому что Очень часто Приходится слышать Если есть слово Невеста Означает Что есть Веста Есть ли Какие-то Упоминания Вот об этом Статусе Весты Который превращается Уже в невесту Для того Чтобы выйти замуж Вы знаете Вот вопросы Здесь Ведется Серьезный Так скажем Спор По этому вопросу В научной литературе Веста Невеста Невеста Что это означает По моим Сведениям По моим исследованиям Получается Следующее Ну нам говорят Ученые Допустим Отдельные исследователи Что Невеста Это значит Вот пришла Девица Пришла молодуха Которую никто Не знает Не слышал И не видел Вот ее привели Вот она невеста Вот она и невеста Ну это Так скажем Мягко если сказать То это глупость Конечно Потому что Брали В южно-русских Селах Огромные села Как говорится Брали вот В соседний дом Через 30 метров Какая же она невеста И так было Брали только Своих Вообще брали Замуж Выдавали только В своих родах Поэтому все все знали Вопрос Здесь в другом Вестная Невестная Невеста Переходила Но это мы Немножко затрагиваем Тему другую Конечно Неродовые Роженицы Невеста Для того Чтобы Девку Выдать В другой род Она Ну свадьба Так скажем Свадьба У нас Продолжается Длилась В русской народной культуре Сейчас длится Три года Сорок дней Так вот По закону Русского духа Для того Чтобы войти В пороговое состояние Молодухи Невесты Нужно было Сорок дней И она С этого времени Печалилась Сорок дней Ну с момента Рукобития Она печалилась Потом Начиналась Собственная Свадьба Она Входила В пороговое состояние И затем Был выход В течение Трех лет По закону Русского духа Вот Именно вот В это время Она была Невестная Русского Невеста Род И просто Ей это Так скажем Ну Силу Вот этих Духовных Взаимоотношений Родов В силу того, что ей нужно было возродиться Три года Она была невестная Вот откуда это идет Хорошо Ну и последний термин надо расшифровать Понятно, что когда Пушкин писал Старая старуха То не имелось в виду возраст Такой древний, как у нас сейчас представляют Вот старуха пошла, еле ковыляет Видимо, старуха это некий статус Вот о чем ты сказал Появились внуки, значит старуха Давай здесь немножко расшифруем и дальше пойдем То есть вот старуха Вообще в русской народной культуре Старик и старуха Это не те согубенные люди Так сказать Преклонного возраста А это статус в обществе То есть как только у человека появлялись Как он только достигал Первой ступени своего Действия в этом мире Выдавал замуж Или женил своих старших Он переходил в новый статус Вообще не Статус стариков То есть он в общем-то Наделялся правом голоса старика Старики вершили власть Она им принадлежала А раз этот человек Родил, воспитал И дал продолжение уже Как говорят в других поколениях людей То есть он Стоит на правильном пути Он понимает Вот поэтому оценивалась Деятельность человека Ну в общепринятом В широком смысле Ну исключая другие категории Там воинов, жрецов Так скажем у них другие статусы были Другие понепонимания В их отношении действовали А здесь вот так вот То есть старик это Общенный родовой статус человека Достигшего Так скажем Значимых результатов На своем жизненном пути То есть грубо говоря Эти люди могли уже быть Копенами То есть копное право Если мы разбираем Которые принимали Совершенно верно Они могли Они могли полностью Полностью так скажем Ну в отношении мужчины Как глава Он мог участвовать Так скажем Вот в этих стариковских Собраниях В Копном Праве пользоваться Правом голоса Именно вот В управлении В решении вопросов Общины и рода Вот как много мы Интересного подчеркнули Казалось бы Вот коснулись Только начала Уже сколько чего Раскрылось Кстати сегодня Мы играем Такую интересную игру Я буду какие-то Словечки вбрасывать Так в своем Лексикончике А Павел Иванович Меня будет поправлять С точки зрения Как бы это правильно Было по-русски Так что иногда Не удивляйтесь Если у нас Такие будут разговоры Итак Продолжаем Разбирать Родокон женщины И вот мы доходим До беременности Роды Вот Касаемо теперь Беременности Что об этом Можно рассказать Нашим радиослушателям Вы знаете Вот родокон Родокон Роженичества Родокон бабства Или родокон матери Я его называю Он состоит Из двух сложных Состояний Таких Это Обособленный Я называю его Родокон беременности Потому что он Непосредственно Связан с родами И роженичества И время роженичества Последующее Так вот Конечно Беременность Это Собственно говоря То К чему Должны стремиться Большинство Наших Как говорится Жен Большинство Девушек К чему Они стремятся Когда Дева Это говорит Дева На Одном из пониманий Говров Русских И на санскрите Это Ставшие на путь Богини А вот Баба Баба В нашем понимании В нашем понимании В славянском понимании У славян Бабой называли Творящее начало Творца То есть Вот есть Творец Бог Ну допустим Его часто именуют Родом Да Потому что он Творец А род Не сам порождает А род Творит Через Свою Творческое Начало И это Творческое Начало У славян Оно Называется Баба То есть Вот По сравнению Допустим В индуизме Брахман Это вот Как говорится Творец Вседержитель А шакти Это Творящее Начало Это женское Начало То будет У славян Баба Это творческое Начало Она была Богиня такая Баба И Она Покровительница Покровительница Всех творческих Профессий Была Заодно Кстати говоря Поэтому И у нас У нас У славян Мы Своих жен Называем Бабами То есть Вот Когда она уже Проявила себя Сперва Она Невеста Молодуха И когда она Рожает Дитя То есть Она полностью Проявляет Своё женское Начало И она становится Бабой То есть Вот она Творящее Начало То есть Это высшее Имя Ну Оно Собственно Говоря Характерное Не только Для славян И пожалуйста В индуизме У германских Народов То же самое Германские Народы Свою Жену Называли По имени Верховной Богиней Ну допустим Фрау 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 Это фрея Это верховная Богиня У германских Народов То есть Вот мы Выходим Так скажем На понятие Родокона Бабства Родокона Материнства И беременность Беременность В русской Народной Культуре Отмечена Тем Что Беременность Считается Ну Нечистая Нечистая И Ну Это широкое Понятие Оно И сегодня В народе Об нём Знает И в науке Это обсуждается И встаёт Вот вопрос Который Никто у нас Не объясняет Я скажу Просто как-то Так скажем Говорят Вот она нечистая А почему Она нечистая Об этом Не говорят Ну Нечистая Она Нечистая И говорят К тому же Она опасная Опасная Она беременна Это прежде всего Для таких же беременных Как она Для рожениц Для молодых Опасная Она для младенцев И опасная Она для Вновь Умерших Вот Вот этот вопрос Он очень Интересный И как Нужно его Понять Почему Она вообще Нечистая Мы и дальше Будем встречаться С этим понятием Нечистотности Женского И бабьего Состояния Вот здесь Первые Так скажем Встречаемся В общем-то Вопрос Я вижу Это очень просто Как показывают Пылевые материалы Беременные Она Испытывает Переход Испытывает Переход Духовный Переход Испытывает И не только Она Но переход Испытывает И Младенец Она двоедушная То есть У нее Две души И вот В этом состоянии В этом состоянии Душа Роженицы Душа Младенца Есть легкая Добыча Для нечистой силы Для нечистой силы То есть За Такими Состояниями Охотятся Нечистые силы Потому что Просто душа Может быть Забрана И у беременной И у младенца И Нечистая Она не потому Что она нечистая А потому что Вот за ней Как бы Так скажем Идет хвост Вот этих Нечистой И отсюда Ее идет Нечистотность То есть Это опосредственное Явление Не она сама Нечистая Не то что Она забеременела Это не христианское Понятие Это не буддистское Понятие Это так скажем Еще каких-то Иных Это исконное Понятие Славянского Родноверия Даже не понятие Это знание Что происходит С бабой Когда она Беременет И почему Ее нужно Оберегать И почему Ей надо Опасаться Потому что Когда она Как говорится Беременна Идет где-то За ней Вот эти Нечистые Так скажем Если она Плохо Защищена То они Конечно Как говорится Вступают В соприкосновение С ней А так Они как хвост У нее И если ты попадешь В этот хвост То ненароком Эти Не чистые Сущности Они могут Перекинуться На тебя Не обязательно Не перекинуться Человек Тоже Все защищены Как говорится Каждый По разному Конечно Но такая Возможность Существует И конечно Опасность Вот для Соответственно Беременных Для рожениц Молодых Младенцев Для умерших Людей Которые находятся В пороговом Состоянии Переходном То для них Встреча С беременной Просто может Закончиться Большой неприятностью Так скажем Различной Я об этом Буду Ниже Говорить Но тут Возникает вопрос Еще такой А когда Она двоедушной Беременной Становится Когда она Станет Двоедушной Ну Если мы Послушаем Допустим Общее Пояснение Допустим Существующей В русской Православной Церкви То там говорят Зачатием Зачатием Русской Народной Культуры В этом отношении Как нам Свидетельствуют И мои Полевые Исследования Конечно Огромный Пласт Научной Литературе По этому Вопросу Он утверждает В том Что Вселение Души В младенца Происходит По-различному Русская Народная Культура Говорит Что это Может быть При зачатии Очень Широко Распространено Знание Что оно Душа Вселяется На середине Беременности На двадцатой Неделе Также Говорят Что душа Вселяется В природах Ангел От Бога Приносит Душу Младенцу И становится Ангелом Хранителем Ангелом Хранителем Этой души На всю жизнь И четвертый Четвертый Вариант Этого Так скажем Действа Главного Действа То что Вообще Душа Душу Бог Может И не дать В зависимости От того Как вели Его родители То есть Как беременность Вела Как муж Себя вел Как род Себя ведет Какое у него Наследство Может не даст То есть Вот И В зависимости От этого Опасность Опасность От встреч С беременной Конечно же Возрастает Вот после Второй Половины Беременности Именно Когда Наиболее Вероятно Что Так скажем Душа Вторая У нее Появилась Но вот Сегодня Людей Которые Точно Могут Сказать Что Есть Или Нет Душа У младенца Который Находится В утробе Матери Таких Людей Конечно Мало Стало Потому что Еще 20-е Столетие Ну С 20-х Годов Поветухи Были Под запретом Их сажали В тюрьмы Их Гнали На Колыму На Соловки Они И после Войны Их сажали Я такие случаи Знаю Записи у меня Есть Про Эти Явления Ну И На Научных Конференциях Об этом Сообщение Так скажем Идут Поэтому Знания В этом Вопросе Очень сильно Подрастерялись Но Тем не менее Народная Культура Внешне Эти нормы Так сказать Требования Нормы поведения В отношении Беременной Продолжает Сохранять Ну Ну еще Какие Могут Нормы Очень важны В отношении Беременной Это Конечно же После того Как Душа Вселится В младенца Запрещается В совокуплении С мужем После этого Времени Запрещается Брониться В присутствии Беременной Ну вот Здесь Я бы Хотел Сказать Что Брань В присутствии Беременной Она Прежде всего Опасна Для самого Бронящегося Что это означает Почему Это так Не потому Что Там Младенец Что-то Услышит Это тоже Конечно Неприятно Будет Или Беременная Испугается А через нее Перейдет Это на Младенца А потому Что Опять же Околобеременной Есть нечистые Нечистые Они питаются Нашей духовной силой Многие Из них И вот Когда человек Он Бронится Ругается Он Начинает Терять контроль Над собой У него Вот это Вот злость Там Или еще Какие-то Виды Духовной силы Начинают Исторгаться От него И собственно Говоря Вот эти Сущности Темные Они начинают Просто-напросто Питаться И могут Так скажем Как утверждает Русская народная Культура Просто-напросто Прихватываться К нему И все И он Попадает Под их Независимость И нужно Проходить Обряд Очищения Поэтому Вот русская Народная Культура Конечно же Это дело Предусмотрела И забота С одной стороны Это о беременной А с другой стороны Об этом же Человеке Вот То есть Вот Эти нормы Они очень Важны Ну Беременную Конечно же Защищают Защищают Ее Очень часто Ношением Каких-то Мужских вещей Ну допустим Гашник Или Проще сказать Чтобы было Всем понятно Это пояс Мужской Мужнин пояс Или Мужнин Как говорится Нижние Подштаники Да Портки Его Она надевает То есть Вот Нечистое В этом отношении Она Каким-то образом Так скажем Просто-напросто В этом отношении Шарахается От этих вещей И соответственно Будет Беременная Защищена У нас еще Минуты есть Мы можем Как-то Чуть пораньше Перейти на музыкальную паузу Чтобы Новую Какой-то вопрос Рассмотреть Уже в следующей части Или есть Буквально коротенькое Что-то Несколько секунд Еще Есть Несколько норм Допустим Беременная Нельзя смотреть На покойника Нельзя ходить На погост Нельзя Переходить В иносветную Печаль То есть В состоянии печали Нельзя Беременной Участвовать В крещении В именоречении Детей Нельзя Беременной Участвовать В повивании Молодухи Нельзя Беременной Встречаться С роженицами Нельзя Беременной Садиться На камень Ну и Другие запреты Давайте После перерыва Мы поговорим Подробнее о них Хорошо Особенно Многих Заинтересовало Почему нельзя На камень Ну что ж Слушаем Музыкальную паузу Включаемся Музыкальную паузу После этого Будем разбираться Со столь интересной темой Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что сегодня По одному Из современных Календарей 26 февраля 2016 года Пятница По одному Из старинных 36 день Месяца Юг Стуж 7524 Это вторник Родокон Женщины Беременность Роды Пророждение Пророждающее Начало Закона Русского Духа Вот такая У нас Сегодня Сложная Объемлющая Тема Всеобъемлющая Сказал даже Кутенков Павел Иванович Главный Соведущий У нас И мы Коснулись Предыдущей части Очень многого Того Что связывает Русского человека Генетически Со своим родом Что В конце концов Затронули Что можно Что нельзя Женщине делать Но в первую очередь Что нельзя И вот здесь Прозвучало Что понятно Принимать участие В крещении В имянаречении И так далее Это в общем-то Можно объяснить А почему На камень Нельзя садиться Да Спасибо За Обращение К одному Из Как говорится Положений Конечно Они все Интересны Они очень Все важны Но давайте Ответим И на этот Вопрос В литературе Конечно же Мы Вот именно По этому Вопросу Объяснений Мы Практически Наверное Не найдем Только есть Упоминания Достаточно часто Нельзя 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 Почему нельзя Я постараюсь Объяснить И в законе Русского духа В книге Это Объяснено Тоже Камень В русской Народной культуре У славян Это Вещь Которая Зачастую Связана С Обрядовыми Действиями С обрядами Высокого Происхождения С обрядами С обрядами С пороговыми Обрядами Обрядами И считается Что В камне В камне Определенное время Находятся Души наших предков Ну Допустим У южных великорусов У средних великорусов Очень распространен Обряд Положений Камня На Могилу Относит его На сороковой день На год В какое-то время Или сразу Может быть Даже на похоронах Но это конечно Очень редко До сорокового дня Его хранят Где-то там В переднем углу Или около дома Этот камень Заготавливает его Еще при жизни Человек Для себя Этот камень И считается Вот в этом камне Душа Потом Когда приходит Она Для общения С живыми Вот Она Находится В этом камне Поэтому У нас Очень много Старых могил Так скажем Которых мы даже И забыли Что это могила А камни валяются И где какая Так скажем Душа там Находится В каком камне Нам очень сложно Сказать Поэтому Видимо Порождено Это тем Что Вселение души Может произойти Непроизвольным образом В беременную И она может Получить Не ту душу Которая Ей предназначается То есть Этот запрет Имеет Чисто духовные Основания Для того Чтобы Так скажем Определить Эту норму Я бы хотел Сказать Вот Воспрещение Беременной Которое И важно Сейчас И нужно Просто знать Так скажем Людям В силу Того Что мы Зачастую Оторваны От своих Родовых Устоев И Позабываем Их Школа Нас В этом Отношении Не просвещает Они Сегодня Возникают Как Именно Речение Крещение Ну Крещение Я хочу Сказать Что Оно Возникло Тысячи Тысячи Лет Назад Вот Это Это Приобщение Возникло Возникло Поэтому, каково их взаимодействие будет, и каково будет взаимодействие, то, что они один и другой притащат с собой, вот этих нечистых, очень сложно просчитать. И они могут накладываться друг на друга, так скажем, вот эти все явления. Взаимодействия их сегодня в научной литературе определены практически никак. Мы только можем говорить на уровне народных знаний, с позиции народного мировоззрения. И вот она, предотвращая вот эти вещи, она просто запрещает. Потому как народная культура говорит, если беременная будет, как говорится, кумой, то значит умрет или ее младенец в утробе, или того, кого она крестит, кого она будет именно рекать. И, собственно говоря, нынешний опыт современных людей, он это подтверждает. Знает человек об этом, не знает. Вдруг, как говорится, сходила беременная, в имя наречения поучаствовала, и выкидешь. А то и сама может умереть. И потом люди думают. Вот это вопрос очень важный. И поэтому, так скажем, это забота и о будущих поколениях, и это забота и об этом младенце. И здесь, когда возникают вот такие вопросы, так скажем, в жизни, что тот не пошел крестить, вот по этим причинам, а другой это не понимает, начинает возникать недопонимание, недомолвки, а до и даже обиды. Как так, на имя наречения не пришло. А человеку невдомек, что она просто, она это знает, и она не пришла, потому что ей старшие объяснили, ты не ходи туда, тебе не положено это делать. Ну, они могут просто сказать, не ходи и все, без объяснения. И вот такие вещи, они возникают. Интересно поворачивается сюжетик у нас, очень интересно. Ну, это так она есть. И еще, можно сказать, вот запрет в русской народной культуре для беременных, это переход в уноцветное печальное состояние, то есть кто-то в семье умер, то беременную нужно обязательно убирать, так скажем, из избы, где покойник, обязательно. Она до похороны не должна дома присутствовать, она не должна присутствовать на всех поминках до сорокового дня. И только после сорокового дня она может, собственно говоря, когда она после сорокового дня, после, так скажем, провода души умершего на тот свет, так скажем, одну из душ его когда проводят, она может вот уже участвовать, так скажем, в поминках там на, после сорокового дня, на второй год, на третий год, когда идет вот эта печаль. А сама она в большую насветную печаль, которая идет до 40 дней, как правило, она не переходит. Это тоже запрет, вот он очевидно связан с такими явлениями. Если она перейдет в большую насветную печаль, то, так скажем, может или не разродиться, или младенец в природах умрет, или потом будет хиленьким и умрет. Ну, в общем, это связано с его духовным состоянием и физическим, переходящим на его, собственно говоря, естественное состояние. Павел Иванович, вот предлагаю еще немножко расшифровать. Здесь очень часто звучит цифра 40, вернее, по-русски число 40. Почему сороковина, 40 – это некое сакральное число, которое повсеместно в русском, и не только в русском, но и близких братских народах встречается постоянно? Ну, да, вот я хотел бы поправить, конечно, вот это слово нам сейчас навязывает. Сакральное, в общем-то, оно, конечно, индоевропейское, но это не русское, не славянское слово. У нас есть слово «священное», «духовное». Это наше слово. Потому что почему мы должны говорить на русском языке? Это очень важный момент. У нас сегодня, у нас уже давно, собственно говоря, идет замусорование русского языка. Язык – это опора духа в культуре народа. Это опора. Потеряем язык, мы потеряем самую мощную духовную опору. А потеряв язык, как говорят, русский народ, собственно говоря, существовать не сможет. Это вот даже опыт 20-го столетия показывает. Вот у нас общин русских, у нас миллионы были, как говорится, после кровавого побоища 17-го года гражданской войны, как говорится, оказались за рубежами. Но у нас устойчиво к таких общин, как, допустим, грузинская в России, вот, там, армянская в России, азербайджанская. У нас нет таких общин за рубежом. У нас нет таких вот. Потому что русский дух, как говорится, он держится на языке и на земле. Это очень интересная вещь. Мы коснемся в следующий раз. Поэтому язык мы должны беречь и говорить на своем языке. Это очень сильнейшее, как говорится, влияние на нашу с вами жизнь. Сберегая язык, мы сберегаем русский дух и сберегаем себя в этой жизни. Да, об этом я сказал, что мы будем играть в такую игру, где будут поправки. Это очень важная игра, вот эта действительность. Поэтому, что такое 40? Вообще, число 40, оно вот в законе, это духовное число, это ключевое число-знак. Он везде присутствует. Мы сейчас о нем ниже тоже будем касаться. Оно переходное. Во всех переходах оно, так скажем, является ключевым. Что я не могу сказать, я думаю, мало кто скажет сегодня, за исключением отдельных людей на Земле, которые могут точно пояснить, так скажем, значение его, так скажем, содержательную сторону. Но вот некоторые смыслы я могу приоткрыть. За 40 дней, за 40 суток, правильно сказать, за 40 перемен перехода Солнца через ночной, через ночной зенит, через ночной зенит, когда она переходит вот 40 раз, вот за это время происходят те события, которые переводят дух в устойчивое состояние. Из его порогового состояния, потом из порогового в духовном, в пороговом состоянии, там дух находится полутора до трех суток, а потом вот до 40 дней он, так скажем, в каком-то распростертом таком неравновесном состоянии, и вот за 40 дней он приближается, так скажем, он созревает, он созревает и переходит в устойчивое состояние. И вот для этого нужно 40 дней. Как говорится, собрать, если 100 баб и сказать, что вот вы забеременеете, и за один день там, или там 300 баб, и сказать, что вы за один день родите ребенка, так не бывает, да, потому что нужно отходить 40 недель беременность нормальная. Вот у нас сейчас тема разговора. Поэтому здесь вот дух, дух святый, так скажем, дух святый, его время рождения, порождения, утверждения 40 дней. И на этом, собственно говоря, на этом числе, на одном из этих чисел стоит закон русского духа. Еще он стоит на троице, так сказать, святой. Три года вот здесь тоже, она три дня, три часа первые порогом переходит, три дня, а потом три года, она везде, число три присутствует. Ну, а 40 дней это ключевое, поэтому вот она у нас и присутствует везде. Хорошо. Так, дальше разбираемся, хорошо. Дальше, ну что, дальше давайте тогда, если беременные, так скажем, пойдемте дальше к роженицам нашей. Да, я думаю, что сейчас вопросы к нам идут, уже достаточно много вопросов, поэтому в конце мы все эти вопросы будем еще разбирать, и если что-то непонятно было сейчас или что-то упустили, то в вопросах мы это наверстаем. Нет, я хочу сказать, мы не то, что можем много упустили, потому что все рассказать вот в передаче, все рассказать про беременные, это очень сложно за одну передачу все упомянуть, поэтому, да, когда будут какие-то вопросы, мы расширить какое-то понимание, какие-то вещи там углубить. Ну вот, а то, что мы сейчас говорим, это вот в книге «Законы русского духа», там все это есть? Значит, смотрите, книга «Закон русского духа» – это строго научное издание, прошедшее, как говорится, рецензирование, внутреннее и внешнее, она издана в научном учреждении, вот, и поэтому, конечно, некоторых вещей, которые я здесь рассказываю, некоторых, они там высказаны более опосредственно и более, так скажем, широко, но многие там более подробно высказаны, о которых мы с вами вообще даже не касались, вот они затрагились, поэтому в книге там собран вообще огромный пласт по тем временам, я скажу, когда книга вышла, так, может быть, для слушателей будет интересно, первое, кто ее начали покупать, это повитухи, вот, покупали пачками, так скажем, и распространялись среди повитух, потому что по этому вопросу литературу мало, а строго научной литературы еще меньше, поэтому в этом отношении книга пользуется просто большим интересом, а там многие практические, так скажем, описаны обряды, которые нужно соблюдать роженицам. Хорошо, а если я хочу такую книгу приобрести, где ее можно купить, как ее можно найти? Ну, я думаю, вот вышло второе издание, сейчас второе издание сделала Москва, Радович, издательство, и я думаю, это издательство, с кем поддерживает отношения, оно в магазинах есть, в Питере, вот в магазинах она, так скажем, я знаю, она есть, которая торгует научной литературой, она, ну, научная, в музеях, в магазинах она есть, поэтому я думаю, сейчас, ну, лучше всего, конечно, у Радовича, у него там и цены приемлемые достаточно, и второе издание сделали с цветными вклейками, как говорится, меня заставили поработать в первом, потому что там их не было, а во втором заставили цветные вклейки, очень редкие фотографии, снимки музейные, музейные наших ведущих музеев России государственных, вот, ну, постарались мы немножко, поэтому там можно и посмотреть какие-то знаки, так скажем, цвета, знаки узора, которые оберегают и роженицу, и младенца, и беременную, все это там можно увидеть. Хорошо, ладно, значит, с беременностью более-менее разобрать, если какие-то будут еще вопросы, там мы будем уточнять, и переходим к следующему этапу развития человека на этой земле. Да, роженица. Роженица, как ни странно, когда начинаешь читать литературу, когда начинаешь говорить в полевых условиях со старухами, с бабками, которые говорят, о, да, рожалка-то она нечистая, вот, к рожалке домой не надо ходить. То есть роженица нечистая для человека, который вырос, так скажем, вот в таких условиях, незнакомых с народной культурой, как это так, роженица нечистая? Почему? Ну, опять же, я хочу сказать, что сами роды, сами роды, это переход через смерть, мы сейчас об этом будем говорить, и поэтому душа роженица ослабленная, и не она сама нечистой становится, а становится ее слабым дух, и она является, так скажем, тем местом, тем, так скажем, существом, за душой которого начинает охотиться нечистая сила, потому что есть сущности, которые питаются душами людей, пытаются их вытеснить, и отсюда она нечистая, отсюда она нечистая. Итак, роды, это, конечно же, в русской народной культуре, роды, это всегда воспринимается как смерть, переход через смерть. Вот есть такое выражение, но это все исследователи об этом говорят, а мне пришлось записать такое народное выражение, роженица душа на ниточке у Бога, на ниточке у Бога. Конечно же, образное выражение, но есть знание, есть, существует знание, и знание это существует среди, как говорится, народа, и существует в научной литературе, есть такое понятие «живы». Об этом еще в 19-м столетии Калинский писал, можно его посмотреть. «Жива» — «джива» — это дева, образ девы, образ серебряной нити, образ такой нити, которая в виде благодати спускается на человека. И она, в общем-то, питает человека той жизнью, живой вот этой, покуда душа у него находится в теле, покуда его тело живо. И вот когда говорят про роженицу, что у нее душа на ниточке, то есть я предполагаю, что они подразумевают, и это само пресловие, пословица, она, конечно, родилась вот из этих понятий, очень тонких, очень, как говорится, образных и очень действительных. Что роженица, ее исход, так как, скажем, зачастую и в прошлые века, и тысячелетия, и в нынешнее время, непредсказуемо. Но все это зависит от рода и от тех, так скажем, условий, в которых род развивался. Бог позволит ей жить или не позволит. Поэтому вот живо будет или не будет живо. И вот эта ниточка может оборваться. То есть это вот образное выражение про родиху. Ну, соответственно, конечно же, вот это понимание, что она переживает смертное время, но она еще переживает смертное время не потому, что там какие-то условия, так скажем, рода существуют, дать жизнь этому роду или не дать жизнь, но еще существуют и другие условия, что душа роженицы по народным поверьям, по народному знанию, она ходит с повитухой за душой для своего младенца. Это знание распространено, оно хорошо описано в научной литературе. И, соответственно, выход из души и возвращение, оно и опасно, так скажем, несет определенные ограничения за тем установлением для самой повитухи и для роженицы. То есть, вот этот вот переход, он тоже прибавляет к этому пониманию своих смыслов. Когда одежда родиха рожает, то народные нормы устанавливают для нее вид одежды. На ней, во-первых, развязываются все узлы, расплетаются волосы, снимается пояс, это сильнейший оберег, сильнейший. В поясе вообще нельзя рожать, просто-напросто. В некоторых культурах заставляли мужа разрывать ворот на жене. Ну, это понятно, потому что, как говорится, муж, как говорится, разрывал своей жене, говорит, плеву, и доставлял, как говорится, живу в ее тело. А теперь он разрывает ворот и как бы совершает действия образные для того, чтобы все, что зачалось, вышло на свет. И в плане того, чтобы раскрылись, как говорится, и телесные врата, и духовные врата, что род разрешает. То есть это очень такое знаковое действие, его заставляли мужа это совершать. Ну, при родах, конечно же, на роженицу еще, ну, во-первых, на беременную нам накладывали, я не сказал, что на нее накладывали, как говорится, чтобы она на последних месяцах об этом не знала, когда она будет рожать, как она, что беременна, не беременна, это все старались в тайне сохранить. И вот роды особенно сохранились, роды старались сохранить особенно в тайне. И было очень важно, чтобы о родах не узнал никто, и в частности девки. Вот почему-то девки, опять же, в литературе это описано, но не объяснено. Ну, там в Вологде говорили так, что если девка узнает, то роженица будет маяться столько, сколько волос у девки. То есть роду будет проходить очень тяжело. Но я связываю это с тем, это мое мнение, я связываю это с тем, что здесь народная культура, так скажем, девка считается, что вообще душу можно получить в период, так скажем, девичества, поэтому здесь, возможно, девка может каким-то образом помешать вселению души в младенца и забрать душу на себя. Ну, у людей разные отношения, разные отношения. Но никто, как говорится, чувств женских, их не измеришь никак. И девка, если хочет она стать, как говорится, бабой, богиней, то, естественно, она хочет иметь души эти, прозапас. Это вопрос тоже в научной литературе описан. Поэтому я вот связываю вот эти вещи, явления, так скажем, предварительное получение душ, так скажем, девицей для будущего своего рода и получение уже для зачатого, рождаемого человека, младенца. Я их взаимосвязываю. Я хочу от себя добавить. Есть в одной традиции очень интересный такой момент. Когда мужчина приходит в дом к беременной жене, супруге своей, с улицы, где он мог встречаться с мужчинами, с женщинами, то прежде чем дотронуться до своей жены, он сначала омывает руки, чтобы не принести с собой в дом чужую, то, что сейчас называется, энергию, тем более от чужих женщин. Вот это вот тоже мне, когда в свое время я об этом узнал, было так интересно. Но вот подтверждается это. Да, это тут вопрос очевидный, потому что, вот как у нас в наших молитвах положено, молитву творишь, нужно руки мыть, лицо мыть, как говорят самовыать, и мусульман, это тоже, это у многих народов распространено, и это идет очень с древности, потому что на голые тела, сущности, вот эти темные, да, их до революции у нас называли нечистики, они оседают на открытые, на открытые участки тела, и поэтому их просто надо умывать. А когда жена беременна, то тут просто-напросто, так скажем, ну, многократно возрастает вот эта вот опасность того, что принесет нечистую для своей жены, и для роженицы, так скажем, женщинам, у которых были крови, а за ними тоже вот есть сущности, которая питается вот этой, и, так сказать, силой, которая исходит из женской крови, им просто запрещалось посещать вот роженицы, рожениц запрещалось, когда они в таком состоянии. Это все вещи взаимосвязанные. Я хочу сказать, что когда роженица беременная, роженица, здесь вот переходное состояние, и понятия, они, так скажем, здесь сложно сказать, кто же она, то ли роженица, то ли беременная, когда она начинает рожать, то очень интересно отношение народной культуры к мужу. Вот я бы хотел остановиться на таком вопросе, что мужу предписывали, ну, во-первых, молиться обязательно, молиться, быть где-то рядом, повитухи всегда приказывали, это сейчас они рассказывают, и в литературе это описано. Но в одной из культур описан такой момент, это в старой литературе, что, значит, мужу, и он сегодня может показаться, так скажем, диким, ну, когда жена рожала, значит, мужу повитуха привязывала веревочку за яйца, и когда нужно было, когда роженица тужилась, она тянула за эту веревочку, и, естественно, муж хотел или не хотел, он тоже кричал, как говорят, недоровым матом. Вот. Тут вопрос, собственно говоря, не объясняется, но с моей точки зрения, здесь все очень просто достаточно, муж и жена – это единое пространство духовное, это созвучие, так скажем, свадьба их делала едиными, трехгодичная свадьба, и вот здесь духовные силы мужа, так скажем, вот она передавалась, как бы создавалась единое русло, единая нить, которая помогала, жена кричит и муж кричит, так скажем, получается хор, вот как хор поет, какое-то такое совместное действие. Вот здесь получилось совместное, получается совместное духовное действие, и она помогала жене, так скажем, проще рожать. Вот это использовалось. Очень использовался обряд, он сейчас используется повитухами, это, если жена сразу не рожает, то муж три раза переходит через ее ноги, туда-обратно, три раза. Это вот известные вещи, я ее записал, и у других исследователей она описана, так скажем, он в народной культуре применяется. Нам пора прерваться на музыкальную паузу. Хорошо. Я так вот слушал эти все моменты интересные, так в голову пришло. Первое, а не отрывалось ли когда-нибудь чего-нибудь у кого-нибудь после таких совместных хоров? И второе, а после этого мужчина, он вообще еще мог что-то там после этого сделать? Ну ладно, об этом я думаю. Остановимся потом. Да. Хорошо. В общем, музыкальная пауза. Думайте сами сейчас пока. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 26 февраля 2016 года, пятница, по одному из старинных, 36-й день месяца Юга-Стужи, 7524-го лета, вторник. Говорим мы о родоконе женщины, все, что здесь включено, и беременности, и роды. И главный соведущий у нас Кутенков Павел Иванович. Итак, продолжаем говорить про то, что происходило на родах, какие обряды, какие действия, и так далее. А потом уже будем плавненько переходить к вопросам от наших радиослушателей. Продолжаем, уважаемые судари и сударыни. Ну, я бы хотел сказать, что, конечно же, представлять народную культуру не оторвать бы чего. Конечно, этого не было. Все было в меру, и все было согласовано. Я вам хочу сказать, что вот у меня записано пояснение одних старых старух, они говорили так, что, ну, там, в одном большом селе я это записывал, когда были сложные роды, то для того и роженицы, как говорится, ну, тяжело было, как говорится, мучилось, не получалось, тогда просто собирали совет о самых опытных, по виту, самых опытных. то есть вот так, как это сегодня врачи собираются и советуются, так скажем, на своей, как говорится, конференции, вот, на свои вечи, и они тоже собирались и советовались и принимали меры. Нельзя представлять, что до этого, как говорится, все было, вот, так скажем, не так, как сегодня. Было достаточно, значительно лучше. Итак, про роженицу. И, конечно же, было очень развито представление и знание о том, что отворение врат, царских врат в храмах способствовало. Вот этот вопрос, он, конечно, объясним с позиции научных сегодня, потому что считается, что церква, храмы стоят на местах силы, где идет божественная благодать, и вот это действие, вот этот настрой людей на то, что оттуда исходит благодать и знание и открытие царских врат, открытие вот в храме произведения такого действия, она определенным образом воздействовала и роженица способствовала успешному разрешению. После родов одной из задач роженица это было ее оберегать, так как она нечистая, нечистотность ее, как говорится, по разрешению только усиливалась, ее оберегали. Запрещалось и запрещается в народной культуре до 40 дней роженицу оставлять одну. Ее нужно обязательно оберегать. И оберегали ее, конечно, и какими-то оберегами, так скажем, о которых я уже говорил, в том числе могли там и ножиком оберегаться, когда дина с младенцем спала, обязательно огонь зажигали, свечи, как в природах и в последующее время тоже оберег был, и, конечно же, с ней до 40 дней желательно находилась повитуха, желательно. Поэтому нечистая роженица, она вот оберегалась от нечистой силы, потому что считалось, что нечистая сила могла прийти и забрать у нее душу, так же, как и у младенца, так и у нее. Запрещалось и запрещается в народных культурах сегодня посещать дома, где роженица, роженица в отдельных культурах сегодня существует, что, ну, старобряцев, допустим, сохранилось, и не старобряцев, ее выселяли в отдельное какое-то помещение, у белорусов это часто было в хлев, в сарай, к скотине отселяли ее, запрещалось роженице до 40 дней категорически, как говорится, готовить пищу, доить корову, замешивать хлебы, то есть вот там, где ее след от этих нечистых, которые вились вокруг нее и младенца, могли, так скажем, воздействовать на окружающих. Поэтому защита шла по всем линиям, как саму защищали роженицу, так и защищали окружающих людей и пространства от нечистых, которые вот старались изъять душу у нее и у младенца. Но в ряде местностей в том же в селе Секерина роженицу не показывали до года. До года ее никому не показывали. То есть сглаз, порча в это время были особенно опасны для нее, поэтому ее просто охраняли. Ну я вам в этом отношении можно привести конечно же мусульман, где там решают задачу это проще, там просто надевают паранджу, и просто-напросто никто не знает роженица, не роженица, кто там идет за этой паранджой. То есть вот это тоже забота о женском начале, забота о роде. У нас она вот у славян выражалась таким образом и выражается. Мы защищаем так скажем роженицу в первую очередь понимая что происходит. У белорусов допустим вот эти 40 дней они конечно же делились там на 3 дня, на 9, на 20 обряды проводились. У белорусов воду называлось время до 9 дней малая полога, до 40 дней большая полога. То есть ее могли завешать в каком-то угле полога и никому не показывали. Вплоть до того, что, говорится, и муж не смотрел. Вот. доступ имела повитуха. Ну, а на 40-й день, а то если и раньше требовала обстановка, производили обряд размывания рук. Размывали руки, очищались, размывались водой и, собственно говоря, с этого времени после размывания рук повитуха, так скажем, уже уходила от этой роженицы, переходила к другой. Ну, размывались непятой водой. Святой, священной, ну, или она называется непятой водой. В отношении беременной, что можно сказать, конечно, запреты действовали практически все те же самые, что в отношении роженицы, действовали запреты те же самые, что в отношении беременной, но могли быть и шире, конечно, потому что ее ни в коем случае нельзя было оставлять одну, нельзя было. Вот. Но есть интересные вещи, которые характерны только для роженицы. Ну, например, понятно, что там запрещалось встречаться с беременными, с другими роженицами. То, что у нас, так скажем, в нашем повседневе сегодня мы видим, и что роженицы ходят у нас в больницы, и там десятки других рожениц, то есть вот эти вещи, они пагубно по народному мировоззрению действуют на роженицу и на его, естественно, на родившегося младенца. Это очень опасные вещи с позиции русской народной культуры, это просто недопустимо. Ну, отсюда, видимо, вот то, что мы вырождаемся сегодня, это вот является одно из следствий вот таких явлений. Как и беременные у нас валом валят, как говорится, на консультации встречаются там и не считаются чем-то таким-то. Ну, там много еще других моментов. То есть у нас вот роддома наши, это по народному представлению, это дома, как говорится, дьявольские дома, чисто сатанинские такие дома, чернобожьи дома, это очень опасные дома. Поэтому, если мы посмотрим на Европу, то там, когда появились дома вот эти родильные, то они появились-то для кого? А для тех людей, которых были брошены, у которых не было мужей, а забеременели. Ну, так сказать, вот это человеколюбие, так скажем, оно превратилось, вот для них делали вот эти роды дома. Состоятельные граждане, нормальные крестьяне, рабочие там, мещане, там, в Европе, в любом государстве никогда не ходили рожать в дома. И это вот, когда мы столкнемся с этим, мы это увидим. А нам потом вот это вот преподнесли и стали всех заставлять туда ходить, собственно говоря, и наших, как говорится, наши знания об этих вещах стали утрачиваться с появлением роддомов у нас. Так, Павел Иванович, ну, вот их первые роддома, они для этой цели и делались. Как раз при Екатерине первые роддома стали появляться, и там они при институтах существовали для того, чтобы на них экспериментировали те, которые тогда родоспоможением занимались, для того, чтобы там принимать женщин, которые брошенные, которые легкого поведения, ну, блудливые и так далее. В общем, отбросы, отбросы, так скажем, не сообщества, вот такое, так скажем, потерявшее свое родовое лицо, вот, ну, жизнь, как бы, так сказать. Да, 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 а вот уже такие массовые роддома, они как раз при советской власти стали культивироваться повсеместно, где уже именно ты должен рожать роддом, потому что и до революции, и после революции любой уважающийся человек появлялся, вернее, любого уважаемого человека рождали дома, а не в роддоме. Да, ну, да, это вот немножко отклонение, так скажем, здесь, но это нам нужно знать, понимать, нужно нам самим понимать. Что интересно, роженице запрещалось трогать землю, копать землю, запрещалось и запрещается сейчас, ну, объясните, это очень понятно, так скажем, земля, мать, это мать-кормилица, мать-родительница, матушка-земля, вот, она постоянно находится в переходном поражающем состоянии, в открытом, и вот соприкосновение как двух рожениц, роженице нельзя соприкасаться с роженицей, то есть, с теми людьми, которые находятся в переходных, духовных состояниях, ей нельзя рожениться, запрещается, так и здесь, то есть, вот, это очень интересное явление, и в русской народной культуре она описана, вот, мне это настолько, что бабки, так скажем, говорили, да ни в коем случае, что роженица там что-то копала, там, или сажала, или просто земли касалась, это нельзя, вот это связано с этим, потому что воздействие, так сказать, двух родительниц, с открытыми духовными пространствами, у земли тоже своя есть душа, это, конечно же, нельзя делать, нельзя роженицы на молитвах поминать своих родителей, так вот, в обычном, конечно же, надо их поминать постоянно, и днем, и утром, и днем, и ночью, а роженицы запрещается до сорокового дня, лучше до года, не поминать, то есть, до тех пор, пока не будет происходить зачатие новых, так сказать, родителей призывать нельзя, потому что они могут прийти, и, соответственно, вселиться, так скажем, а тут, она не нужна душа, вот этого, она не для этого, и вообще, воздействовать она может и на саму роженицу, на ее ослабленную душу, мы не знаем, какие родители, они могут быть разные родители, это тоже такой вопрос открытый, поэтому вот в народной культуре это запрещено, то есть, родителей не касайся, то есть, духовного мира ты не касайся, роженицы, понятно, что запрещалось, запрещается трогать свечки, священный огонь, трогать иконы, святые образа, как говорится, предков, святых людей, ну, посещать общественные места, обрядовые места, праздники посещать, ходить в церковь, нельзя, конечно же, до сорокового дня, ну, и вот на сороковой день, на сороковой день, роженица, происходит обряд, вот, размывания, и обряд происходит, получение банной молитвы, то есть, на сороковой день делается баня, и получается банная молитва, в других местах она называется сорковая молитва, очистительная молитва, вот, по-разному ее называют, но на сороковой день обязательно нужно, так скажем, пройдя вот это, сорокауста родовой, нужно очиститься. Если, вот советский опыт очень интересный в этом отношении, показателен, когда я спрашивал женщин, ну, хорошо, получилось так, что ты молитву не сходила в церковь, не получила там, потому что это желательно все же мужское начало должно, обряд проводить очистительный. Она говорит, ну, вот тогда до тех пор, покуда я не получала молитву, с мужем мне спать нельзя. То есть, зачинать новые жизни соответственно, нельзя. Это очень интересный момент. То есть, когда нам отдельные ретивы и товарищи говорят, ну, потому что до сороковой дней все это там естественно, вообще с женой спать нельзя. Да это не естественно. Народная культура говорит, нету до тех пор, пока не произойдет очищение, когда не произойдет духовное восстановление, она завершается обрядом, обряд он обрывает нити вот эти, многие нити, которые нужны были разжениться, поддерживать ее состояние вот в этом общине, роду. Когда не произойдет перестройка, то это нельзя делать. То есть, вопрос не в естестве, женском или мужском, а вопрос в духовном состоянии. Вот народная культура, она стоит на духовных опорах, на духовных основах, и это очень хорошо сегодня даже по полевым материалам прослеживается. Ну и здесь можно еще затронуть такой вопрос, что конечно, во многих местностях, вот баба, когда рожала, беременная, роженица, то она после родов одевала белые печальные одежды, и ходила в белых печальных одеждах. Ну, до сорока дней, до года ходила в белых печальных одеждах, до года-то обязательно, а до сорока дней вообще, даже в некоторых местностях, там, где носили бабы Паневу, а Паневу, это, как говорится, вообще такая вещь обязательная, скажем, как для часового автомат на посту или винтовка, для бабы Панева это такое же вот средство, но когда баба рожала, то до сорока дней она снимала Паневу, и надевала на себя, может удивиться, надевала на себя девичий сарафан, например, и ходила в девичьем сарафане, то есть это вот даже одежда, она показывала, что она вроде и баба, но она не баба, а она роженица именно, то есть ее состояние вот такое, так скажем, первоначальное, очень девственное состояние, но в действительности она переходная, вот, эта одежда, вообще одежда показывала все состояния, в жизни, как говорится, женского начала, баба, роженица, молодухи, вековухи, всех-всех-всех-всех-всех, войнихи там, и так далее, и здесь вот, это очень четко прослеживается, когда народная культура показывает во внешнем внутреннее состояние, вот, ну вот, собственно говоря, можно перейти и к вопросам, к вопросам от наших любимых радиослушателей, да, если, если, здесь много, если, вопросов много, есть время у нас, вопросов, вопросов есть много, и времени хватает, ну что ж, вопрос в эфир от Владимира из Мытищ, Павел Иванович, начну издалека, чтобы никого не обидеть, у беременных женщин состояние психики некоторым образом отличается от исходного состояния, не будет ли беременной женщине несколько тяжеловато воспринимать информацию, излагаемую вами, а то подумает, например, что душа неправильно формируется, будет психовать и волноваться, медицинские противопоказания к прослушиванию этой программы беременным женщинам есть? Вы знаете, вопрос имеет место быть, вопрос хороший, спасибо за него, народная культура, она открыта для всех, и вот я вам отвечу, наверное, в переносном смысле, во-первых, так скажем, страшного я ничего не говорю, так скажем, а то, что есть в научной литературе, вы можете взять какие-то сборники по повитухам, по родинам, и все это дело прочитать, или энциклопедия, допустим, сейчас вышел четырехтомник, или пятитомник, славянской древности, института славяноведения, там многие вещи, то, что я вот говорил, не все, конечно, многие вещи описаны в более жестком виде, достаточно более жестком виде, я старался говорить мягко, поэтому, так скажем, здесь не вижу никаких запретов, а с позиции народной культуры, вы знаете, в народной культуре там вот все открыто, и в то же время все очень строго распределено, поэтому человек должен знать, должен знать, что влечет, так скажем, за его неправильным поведением, как он будет рассчитываться, если он пойдет крестить, или он именно рекать пойдет, или он пойдет на свадьбу беременной, то, дорогая моя, знай, что твой младенец может умереть, у тебя в утробе выкидыш быть, или ты сама умрешь в природах, но об этом надо знать, просто-напросто, и этого пугаться не надо, уже такая жизнь. Хорошо, Дмитрий с Донбасса, к сведущему вопросу, в основном, где исследования проводил, в Смоленской губернии, или в каких? Ну, мои полевые исследования, я могу повторить, что, не повторить, а так скажем, ну, повторить написанное, что исследования у меня проводились, и с Донбасса, товарищи говорю, что проводились в том числе в Сумской области, в Харьковской области, в Смоленской области, в Вологодской области, Пензенской, Тамбовской, Рязанская, Воронежская, Белгородская области, ну, и другие края, но это мои личные исследования, да, я их уже несколько десятилетий веду, но их достаточно мало, так скажем, чтобы делать открытие закона русского духа. Закон русского духа открыт на основе той богатой научной литературы, тех знаний, которые выкладывались наукой со второй половины 19-го столетия. В частности, одним из первых о законе русского духа, ну, о закономерностях свадебных обрядов, как говорится, единстве свадебных и похоронных обрядов договорил граф Сумцов, профессор Харьковского университета, кстати говоря, ярый сторонник, так скажем, украинизации и так далее, сейчас его называют, но это уже частные все вопросы, вот, это большой ученый, большой ученый, словист, он об этих вещах говорил, поэтому сводить, так скажем, что написал только один Кутенков, там, или Иванов, или Петров, это было бы неправильно, законы, они, они, законы существуют независимо от нашего с вами понимания, осознания, восприятия или невосприятия, закон всемирного тяготения, он существует, хотим мы его признавать или нет, таблица Менделеева, ну, она существует, знали мы об этом или не знали, она существовала и продолжает существовать, и многие законы, я вам скажу, как, допустим, по первой специальности, инженер-механик по летательным аппаратам, я могу сказать, вот, существует три закона гироскопии, мы знаем об этом, не знаем об этом, кто ракетчик, они знают об этом, или кто там, инженеры, так скажем, по, связанные, так скажем, с определенными направлениями развития науки техника не знают, а другие не знают, ну, и что из этого, так скажем, ну, и бог с этими законами, так что это вот так вот. А есть какие-то разительные отличия, скажем так, в одной местности говорят вот это, а в другой местности не то, что об этом не говорят, а, как бы, говорят противоположное? Вы знаете, есть, в законе русского духа, закон русского духа, он разворачивается на основе категории времени. То есть, вот есть запрет, допустим, после сорокового дня, там, или там, до девятого дня, или до двадцатого, или до трех лет, допустим, все, вот после трех лет она уже становится весной невестой, да, так скажем, о чем мы говорили. И вот, вот это разворачивание времени, она в каждой крестьянской родовой культуре, в каждой уездной культуре, в родоплеменной культуре, если мы будем шире-шире, выше подниматься, у белорусов, малорусов, великорусов, русинов, она может иметь свои некоторые отличия. Ну, допустим, в Смоленской области, там, вот, в законе русского духа, допустим, в иноцветной печали, четко прописывается, допустим, шестой день, девятый день, двенадцатый день, а в других местностях двенадцатого дня нету. Нету его. Там девятый день хорошо прописывается, двадцать первый, а у них вот двенадцатый день прописывается, шестой день. Понимаете ли нет? То есть, у них вот это деление по три более четко. Или, допустим, северные великорусы, да, Вологодская, Архангельская, там, Кировская, Ивановская область, ну, туда, средний великорусы, подходя, у них, допустим, в законе русского духа, ну, это может быть позднее, у них очень нехорошо все прописано до года, у них там очень хорошо прописан обряд проводов души, вот. А в других местностях до трех лет прописано, у среднего великорусов, сюда южнее, у южного великорусов, у белорусов, там, печаль три года, понимаете ли? Нет, посмертное время три года идет. То есть, есть особенности, но они не выходят из рамок закона, понимаете ли? Нет, они не противоречат, они только дополняют и расширяют, хотя могут быть какие-то исключения. Я не отрицаю этого, но я об них не знаю пока. Вот про 40 дней мы уже поговорили, а вот 9 дней, она также повсеместно встречается? Ну, 9 дней, это вот сейчас она стала теряться во многих местностях, а вообще до 1117 года Русская Православная Церковь предпринимала попытку объяснить вот эти числознаки русской народной культуры. Допустим, она освоила там третий день, двадцатый день, сороковой день, допустим, а вот с 9-20 там у нее есть трудности, так скажем. поэтому ну, это я хочу сказать, что это, конечно же, это явление не то, что вот оно сегодня было и только, или завтра было. Это издавна у людей существует, потому что душа, любая душа своих, вот мы сегодня мало об душу как бы говорили, мало, про душу говорили мало, а у человека, как говорится, как минимум их три души, вот, они ведут себя по-разному, и по времени там строго есть закономерность, что вот это нужно делать в этот день, в этот, в этот, в этот, в этот. Чаще сделаешь, это лучше, но обязательно, как говорится, третий, девятый, двадцатый, сороковой, вот, на первой части законы русского духа, это первая часть до сорока дней, здесь вот эти дни, они просто обязательны. Я почему просто спрашиваю про девятый, сороковой день, потому что приходится общаться не только с русскими людьми, приходится общаться и с гражданами бывшего союза социалистических республик, СНГ, и вот у них, большинство, у них присутствует именно девятый, сороковой, все остальные дни также размазаны, у кого-то там третий, еще у кого-то седьмой, но девятый, сороковой тоже присутствует, и задаешь вопрос, а почему эти дни, ну вот так повелось, то есть у меня такое впечатление, что была в древности, какая-то то ли летоисчисление, то ли какая-то общая ведическая культура, то ли какие-то ведические знания общие, которые вот были распространены по такому большому региону, что многие народы, которые генетически даже не связаны с нами, они унаследовали это и хранят как память, и эти дни у них считаются тоже священными. Алексей, ну давай, как говорится, поправимся, нет, как говорится, в русском языке слова регион, есть слово край, земля, вот это чисто русские наши понятия, лучше их употреблять. Теперь вот об этих числознаках. Вот мы уже говорили про 40. Еще в критомикенской культуре, которая существовала, как говорится, у арейских народов, так скажем, в Средиземноморье, с которой очень плотно сотрудничали наши предки, у них летоисчисление, и вообще всякое числение велось на основе 40. Это, ну, в силу того, вот я сейчас соприкасаюсь с древними культурами, как говорится, вникая в них, и достаточно широкий пласт культуры, который утверждает вот эти вещи, научная литература, говорящая вот о культурных явлениях критомикенской культуры. То есть, сороковина, сороковины, они у нас вообще везде, все, у нас сороковое, все пронизано, я сейчас не буду об этом говорить. Вот. Теперь просто я хочу сказать о другом, что вот эти явления, девять, двадцать, сорок, ну, сорок и двадцать, это перелом, двадцать, двадцать один, у нас, допустим, всегда обряды идут в течение суток, любые обряды, большие обряды, связанные с духовными переходами. Вот. Ведь вопрос не в том, что люди хранят память. Нет, вопрос не в этом. Это я тоже так по наивности, в свое время думал, у людей хранят туда-сюда. Нет. Эти законы действуют, они живы сейчас. То есть, если в культуре не совершается какой-то обряд, не совершается какое-то действие, то, то потом человек получает то, чего нежелательно для него. И он вспоминает, он не сделал вот это. Ему там родители говорили, ему там родственники говорили, ему окружающие говорили, надо было бы вот на свадьбе сделать, то на похоронах делать, то при родах нужно сделать, вот там родина надо сделать, надо крещение сделать, это разные обряды, так скажем. Вот. Вот это все надо сделать, а он махнул рукой и сказал, да буду я тут собирать людей, буду я их поить, кормить, так скажем, обойдутся. А, оказывается, надо поить, кормить предков своих, так скажем. Идет воздаяние, и поэтому вот эти ключевые знаки, числознаки, дни, они не, это не просто память, это духовные опоры в законе русского духа, которые действуют по сегодняшнее время. Хорошо. Итак, очередная музыкальная пауза подошла, и после этого, после музыкальной паузы, мы продолжим разбирать вопросы. В эфире Народная Славянская Радио Ответы на вопросы Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что сегодня у нас живой эфир, который проходит в день 26 февраля 2016 года, в пятницу по одному современных календарей или по одному старинному календарю 26 день месяца в Юг и Стужа 7524 лета вторник. Мы говорим о родоконе женщины и все, что с этим связано, беременности, роды. И главный ведущий Кутиньков Павел Иванович. Мы сейчас уже, напоминаю, отвечаем на вопросы наших радиослушателей. Вопросы принимаем из чата Народного Славянского Радио. Если вы еще не зарегистрированы, то это сделать несложно. Заходите на сайт Радио, Народное Славянское Радио, ищите в любом поисковике. Дальше ищите слово чат, нажимаете на него. Есть там дальше форма регистрации. Придумывайте логин и пароль на всю жизнь и можете пользоваться, задавать вопросы, общаться с друзьями. Главное, чтобы потом не забыть. Это логин и пароль. Итак, следующий вопрос от Антона. Здравия. А что насчет того, что заранее выбирание родителей и так далее? То есть, душа выбирает родителей и так далее. И как можете пояснить о самоликвидации нерожденных, чувствующих свою ненужность детей? А заранее не совсем понятен вопрос мне. Можно ли как-то его пояснить? Ну, я постараюсь пояснить, потому что такие вопросы встречаются часто. Просто есть одно такое представление, что душа выбирает своих родителей, она не просто так вот появляется, а бы какая в первую очередь. Именно вот к этим родителям приходит именно та душа, которая должна воплотиться у этих родителей в этом мире. То есть, она выбирает их для того, чтобы здесь пройти свою жизнь, какие-то знания получить, вот в эту семью. Вот это, наверное, вопрос вот в чем. В русской народной культуре это возможно, такое возможно, такое существует в буддизме, где существуют определенные правила, определенные знания по этому поводу, и там предписывается душе вести как после смерти, и как при зачатии, так скажем, предписывается душе. У нас осуществлен другой подход разжениться, разжениться, так скажем, или я не хочу сказать, что другой подход, что у нас в народной культуре существует знания, которые, может быть, на сегодняшний день оно не полное, возможно, но у нас что такое крестьянская родовая культура? Крестьянская родовая культура, вот на основе которых сегодня ведутся основные научные разработки этого вопроса, оно подразумевает, что она создается тогда крестьянская, казацкая родовая культура, боярская родовая культура, она создается тогда, когда род в состоянии душу удерживать в течение, так сказать, последующей своей жизни в своем роду. Вот разросся род, какой-то большой род, и вдруг выделяется из него, так скажем, несколько оселений, и говорят, что мы самостоятельны, они самостоятельность по многим вещам заявляют, но прежде всего они признаются окружающими тогда самостоятельными, когда они могут с душу взять с мирового, так сказать, с родового древа, с родового древа в этой жизни провести и отправить на это древо, а потом за ним сходить. Вот мы в начале передачи об этом и говорили, что повитуха с роженицей ходит за душами, которые находятся где-то там в запредельном пространстве и выбирают этих душ. Они сами выбирают. Вот у нас один из основных главных подходов обращения с душой. Поэтому видимо и другие существуют способы и вот для буддизма он описан вот этот вот, что душа там выбирает, она выбирает своем так скажем пространстве, своем роду и там ей предписывается порядок. У нас больше известен вот такой подход. Теперь вторая часть о чем там была? Как можете пояснить самоликвидацию нерожденных, чувствующих свою ненужность? Нерожденных, да? Да, но вот бывает такое, нерожден, чувствует ненужность и решил, все, самоустранюсь, я здесь не нужен и не стал рождаться? Мы давайте к этому вопросу подойдем несколько с другой стороны, которая очень широко известна в русской народной культуре. Когда рождается младенец и по каким-то так скажем условиям его жизни здесь становится невозможной, то он умирает. И вот этот младенец вообще в народной культуре очень интересно знание, что этот младенец, если это произошло до 40 дней, в частности, бывает, что до года считают, то после этого эта же душа может воплотиться в этом роду, у этих родителей. Вот это для русской народной культуры является если не нормой, то знанием, что это вот такое существует. Кстати, говоря об этом так вот в народе говорят и пишут об этих вещах. Поэтому вот такое существует, она возвращается обратно сюда, то есть род ее приглашает. Условия разные могут быть, что душа пришла в этот мир, как-то проявилась, а тело для него не создано, так скажем. Такие вещи тоже могут быть, но как в этом отношении ведет себя, так скажем, как себя вести, как в народной культуре об этом знание, на сегодняшний день исследований по этому вопросу мы не имеем. Хотя я не исключаю, что такие вещи совершаются. А вообще когда на Руси происходили какие-то потери ребенка, то я сейчас применю греческое слово трагедии это считалось или подходили более философски, ведически, но так должно было случиться, давайте не будем переживать. Значит, вообще смерти никогда трагедии не считалось, так скажем, вот если про младенцев, так скажем, что я пояснил по этому вопросу, ну бог дал, бог взял, так скажем, это все понятно. Вообще по младенцам и поминок до трехлетнего возраста в ряде местностей просто не проводили похоронили и все, так скажем, вот, только уже после трех лет там или даже после семьи могли по ним справлять достаточно пышный так, ну, скажем, весь обряд, тот, который положен по умершему. Видите ли, у нас много наше сознание сейчас засорено вот этими, как говорится, словечками иностранными и мы теряем смыслы. Вот у нас есть нам в наше словарный словник наш бросили слово траур и везде нас пичкают им этим словом, так скажем, ну, нехорошо сказала, но тем не менее так, как говорится, давят, давят, давят. А что значит траур? Не траур, у нас печаль и у нас существует много видов печалей, то есть, вот человек умер, по нему иноцветная печаль осуществляется. Печаль это не траур, это не горе, она как бы с горем немножко смыкается, но это не горе. Вот корова умерла, сдохла, да, скажем, она не умирает, а подыхает. Вот корова подохла у хозяина, вот это горе и для хозяина, и для хозяйки, и для всей семьи, потому что кормилица умерла. Вот. Это горе, это траур, а печаль это когда умирает человек и по нему осуществляется печаль, с ним осуществляется духовное взаимодействие, потому что переход его на родовое древо, он очень сложный, он зависит от тех людей, которые остались в роду у него, и в первую очередь кровные родственники, в первую очередь его община родовая, она его работает в течение трех лет с ним, ушел муж на войну, его жена и мать его входят в состояние белосветной печали, это вот другой вид печали, они печалятся, то есть они входят в то состояние, которое помогает этому мужчине, этому воину осуществлять свои задачи там, куда его родина послала. Это у нас и до сих пор она осуществляется, как говорится, жена одевает белые печальные одежды, воиниха, солдатка, и она печалится, покуда муж не пришел, как говорится, с армии, с войны там, или с какой-то другой, так скажем, длительной отлучки, где необходима была духовная помощь его рода. Вот это другая печаль. Роженица родила, она входит в состояние роженической печали, печали о разъединении, ей необходимо, во-первых, ей необходимо самой войти, собраться, собрать свои души все во время вот этой беременности, роженичества, что произошло ей нужно, и во-вторых, ей надо разъединиться с душой младенца, то есть происходит очень сложная печаль, такая вот у роженицы, она длится тоже по закону русского духа три года полностью, вот, девка замуж не вышла, не вышла девка замуж, она входит в печальное состояние, и вечное печальное состояние, внутреннее, это внутренняя печаль, она соединяется со своим родом, который находится на том свете, так по обрядам русской народной культуры, это еще вот одна печаль, девку просватали невесту, она уходит в состояние свадебной печали, это свой вид печали, который, внутренний вид печали, который позволяет девке подготовиться к переходу, к выходу своего рода, и родиться в другом роду, это еще один вид печали, то есть у нас очень много видов печали, и когда нам это заменяют какими-то словами иностранными, вот как сейчас сказали, трагедия, я вот к этому веду, то мы тогда начинаем, ну что такое трагедия, смерть это переход в иной мир, и здесь, так скажем, это просто вот случилось, это такова судьба, это такова жизнь у человека, и здесь нужно действовать дальше так, чтобы эта душа перешла в разряд родителей, чтобы она через определенное время, ее можно было за ней сходить и вернуть в этот мир, вот вопрос, в чем, или так скажем, ее отправить на древо рода, где она будет находиться в роду и осуществлять, как говорится, продолжать то взаимодействие с живущими на земле, которое необходимо осуществлять, вот, понятно, а что такое трагедия, перевод дословно из греческого означает песнь козлов, ну вот, 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 вот о чем мы говорим, не материтесь, понимаете ли, вот песню козлов вы поете, ну как это так вот, понимаете, то есть, как может быть песня козлов, как говорится, человек умер, да нету, конечно же, это просто дословный перевод для наших радиослушателей, чтобы понимали, что нас, что нам пичкают, да, трагедия, ох, трагедия, я хочу сказать, что вот, когда нам вот эти слова, и мы не знаем дословного перевода, и потом нам дают так называемое научное содержание этого слова, да, так сказать, вот песня козлова отдают совершенно другое содержание, понимаете ли, нет, и мы, как говорится, не понимая этого, начинаем вот этим словечком, как говорится, налево-направо разбрасываться, то есть, вообще, пользование языком другого народа, а тем более народа, которого ушел в небытие, всякие латинизмы, они ведут к тому, что мы теряем свою духовную силу, это раз, отдаем тому народу, чьими словами пользуемся, пользуемся, а когда мы пользуемся словами латинян, так скажем, которые ушли в небытие, в темный мир ушли, да, они не смогли жить на этом свете, то протягивается нить очень мощная из темных миров, и мы туда засасываемся, поэтому вот это можно проследить, как говорится, семнадцатый год, когда был мощный, такой сильный вброс вот этих латинизмов, сильнейший, когда мы пережили страшное время, потом пережили, вот девяностый год опять у нас был перелом, и опять пошел вал вот это замусоривание русского языка пошло, вот, это втягивание нас на колею смерти, я называю это родозгоние, то есть сегодня русский народ находится в состоянии родозгонии, двадцатым веком и более ранними действиями, он поставлен, ну в особенности двадцатым веком, поставлен на колею смерти, то есть совершена родозгония, совершен подрыв русского духа, в том числе вот выбивание посредством русского языка, посредством изменения азбуки и другими действиями, так скажем, темные силы стараются убрать светлый русский народ, миродержащий, светодержащий на земле, хотят убрать с нашей земли нас, это очевидные вещи. Вот когда ты говорил по поводу того, что народ уже не существует, и как бы вот мы следуем за этим народом, отдаем туда, это хорошо, когда еще мы можем нащупать эти ниточки, куда даем, а ведь есть такая версия, что латинский язык это вообще несколько выдуманный, его не было, не существовало, его специально придумали для того, чтобы в определенных кругах общаться, так получается, если мы следуем выдуманному языку, что же получается нас вообще что ли нет, мы следуем тому, что никогда не было, вопрос, куда мы идем, в небытие, хоть понятно куда ушли, скатертью дорожка то, что называется, а тут вообще никуда, так что давайте думать, что мы произносим. Так, ладно, следующий вопрос, вначале говорилось, что беременная женщина двоедушная, то есть в ее теле совмещены души ее и ребенка, а потом говорится, что душа дается ребенку на 20-е недели или во время родов, так можно уточнить, в какой же момент, по мнению соведущего, ребенок обретает душу? Спасибо. Давайте вернемся к началу нашей беседы, и я сказал, да, в русской народной культуре, беременную, как состояние женского начала, как бабе, одно из женских состояний, а точнее это бабе состояние, оно называется беременная, тяжелая называется, она и называется двоедушная. Это не отрицает того название двоедушная, это, так скажем, общее название ее, которое говорит, что она двоедушная. А вторая душа, у нее может, согласно закону русского духа, знания русской народной культуры, она вселяется в разные моменты, я же сказал, это четыре явления, в которых четыре, так скажем, состояния времени от зачатия ребенка при зачатии, двадцатая неделя, при родах, или вообще, может быть, не дадут, или дадут, или же дадут, расширяя это понятие, дадут на второй, на третий год, когда родители поймут, что у ребенка нет души, начинают молиться и отмаливают душу, так скажем, обращаются к людям, которые это могут определить. Ведь вопрос здесь я вижу в другом, что это не вопрос там, какая она такая-сякая, вопрос в том, что определить, определить, есть ли у беременной, у младенца беременная душа, когда она появилась, при зачатии на двадцатой неделе, или она будет в природах, это могут очень мало людей. На сегодняшний день их очень-очень мало, потому что, так скажем, вот этот круг, поветух, я уже сказал, они были убраны, они четко определяли, и они знали. А сегодня мы, их очень мало-мало, они есть, но их очень-очень-очень мало. Вот в этом есть сложность. Да, она такая и есть сегодня сложность, и в научной литературе об этом так и пишется. А вот этот вопрос, он, собственно говоря, сводится, я его свожу вот к этому. Понятно. Вот реплика была, когда мы говорили, что нельзя делать беременность, сеть на камни, в частности, была такая реплика, да просто холодный камень застудит себе все. Ну, вот эта реплика, так скажем, она имеет место быть, она очень хорошая, так скажем, это тоже есть, но давайте такие вещи понимать, просто знать нужно русскую культуру. Что на Масленицу, на Масленицу, когда девки и бабы приходили с горы, они, русская народная культура вообще запрещает носить любые трусы, любые штаны, и они, вот мне эти бабы, старухи, с которыми я со многими общался, говорят, да придешь, говорят, все говорят, выше колен, все говорят у тебя это самое, содрано. И даже было, так скажем, не было и есть, на Масленицу считалось, когда девки на доньцах и бабы катались на доньцах, они сажались так, чтобы своей кундой своим половым органам сесть, как говорится, гол на это доньцо и скатиться. То есть, они простужались и рожали здоровых нас, и русский, как говорится, воин, был лучший воин в мире, он таким и остается. То есть, вот это сведение только к естеству, вопрос, это вопрос, он имеет место быть, но он не главный. Главное, в русской народной культуре, на чем она всегда строит свои отношения, это дух. Хорошо, следующий вопрос от Натальи, вопрос в эфир. Уточните и по поводу именно речения. Есть в окружении несколько женщин, которые, будучи беременными, проходили данный обряд. Ни одна из женщин не знала о своем состоянии беременности. Слава богам, что все дети живы, здоровы, да еще и выросли. Ну, она сама же проходила беременное именно речение, да? Она написала, несколько женщин, которые, не зная своей беременности, проходили обряд именно речения, но все дети, слава богам, живы, здоровы и выросли. Они проходили на речении, не они участвовали, а они сами проходили. Это несколько иное, так скажем. И в русской народной культуре это именно так. Вот ребенок родился, и если он слабый, то его старались как можно быстрее, как говорится, крестить, проще говоря, дать ему имя, если по-большому правильно, именно речение произвести. Прям даже сама мать это делала. Если вот создавались такие условия, у меня несколько случаев записано таких, сама мать именно рекала, не просто, не даже повитуха, а не было ни повитуха, ничего. Баба родила, и все это, как говорится, норма. Вот. Завязала пупок, как говорится, видит, что ребенок, ну, может не выжить. Тогда она сама его имя нарекала, и начинала род молиться за него. То есть, вот это имя наречения, оно способствовало тому, что душа его, это опять же к одному из вопросов наших, которые, так скажем, я считаю, он правильно был поставлен, как душа там пришедшая, не пришедшая, как она может вести, не повести. Вот тоже душа, как говорится, пришла, и она, когда ее имя нарекает, то она удерживается в роду, она в роду удерживается. Она даже, младенец даже умрет, его, как говорится, жизнь не позволит, но эта душа закрепляется на той ветве мирового древа, которая вот соответствует в этом. То есть, уже вот это явление, которое существует в русской народной культуре, она косвенно подтверждает, что вопрос, заданный слушателем совершенно ранее, который был задан, он совершенно прав, он имеет место быть. Но, я говорю, у нас исследования, исследования по этому вопросу пока не проведено. Ни университетская наука, ни академическая наука пока не озаботилась этим вопросом. Хорошо, следующий вопрос эфир от Антона. А как насчет воплощения родичей через потомков? Благодарю. Не, ну, мы же затрагили этот вопрос. но он написан, я просто обязан его прочитать. Да, 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 хорошо. Это нормальное явление, что русская народная культура, она стоит на этом, что души берут не просто, так скажем, абы откуда-то. Да, они могут прийти, как говорится, более с высоких уровней или более с низких уровней, или, как говорится, с другой ветки. Все это допустимо, все это возможно. Но, но русская, крестьянская родовая культура, боярская родовая культура, вспомним песню известную, все могут короли, только не могут жениться по любви. В русской народной культуре тоже же определяли только родители. И душу приглашали, только брали ее, приводили ее только со своего родового древа, со своей ветки этого древа, если род большой. Поэтому это вопрос совершенно верный. Получается, призывали добродетельное потомство из своих родичей, из своего рода. Можно так сказать, да, это одно и то же. Дальше, следующий вопрос от Григория Врачева. Цитата. По три деса злата майка ой клади наш коль де притеса замочеса дородиса млада бога. Вопрос, замочеса имеется в виду рода ребенка в воде или потужится? Ну, я не знаю, откуда текст это взять, да, так скажем, откуда он взять, но освящение водой, так скажем, освящение водой, это обязательный обряд в именно речении. Почему? Потому что во время рода, во время рода не исключено, что несмотря на то, что и это в бане, как говорится, баба рожала, она могла рожать в других местах, где определенные все же нечистики, мелкие сущности могли как бы присоединяться к телу младенца, роженицы, и поэтому обязательно было когда, так скажем, в научной литературе говорят, шло его вхождение в культуру, оккультуривание, то она начиналась с того, что его погружали в непитую воду. Непитая вода это святая вода. Святая вода, она у нас каждый день появляется в природе, это после прохождения солнцем ночного зенита и до его восхода. Вот это время вода в родниках, в колодцах становится непитой так называемой в народной культуре, святой иногда говорят ее. В определенные времена года она получает большие силы, а вот каждый день она имеет такую силу святого по этому времени. Вот в этой воде, которую не трогали ни телом, ни словом, ни каким-то другим звуком, младенца погружали, очищали, поэтому могло вот в этом тексте возможно и это имелось. Хорошо, следующий вопрос от Павла, нет, здесь не подписался, Павел Иванович, здравствуйте, есть ли в книге закон русского духа об обрядах и срядах восточных славян та информация, которую вы сегодня вещаете? Возможно, вы уже об этом говорили, простите, не услышала. я излагаю сегодня знания те, которые изложены в книге закон русского духа, одноименное название, как говорится, книги самого закона, да, вот, оно там есть, оно там, если вы будете всю книгу читать, то, что я говорю, там есть, но некоторые вещи я даю более в расширенном, так скажем, толковании, выходящем за рамки существующих сегодня обоснований в науке, но они в народной культуре существуют, просто вот вопрос там с переселением душ, вопрос, как говорится, с душами, которые пришли и не нашли, так скажем, своего места, ну, есть много очень, вообще, духовная область, духовно-душевная, она с позиции существования трех душ у человека, она практически у нас не рассмотрена, вот, есть только общие какие-то отрывочные сведения, они не обобщены, поэтому в законе русского духа они обобщены, так скажем, приведены в определенную так скажем, линейку знаний, дающие, скрывающие закономерности русского духа, и, в общем-то, все, что я говорил, оттуда можно вывести тем или иным образом. У нас осталось четыре вопроса, поэтому музыкальную паузу я не ставлю, а вот пройдемся без музыкальной паузы. Аркуинон уточняет, видимо, не с самого начала слышал, я так и не понял, кого от кого защищали, если же роженица нечистая, и ее от нечистой силы защищали, это как? Ну, мы про это уже много говорили, да? Ну, тогда давайте, слушатели, это мы еще раз повторим. Это один из ключевых вопросов, которых, так скажем, когда человек начинает читать научную литературу, и везде написано роженица нечистая, роженица нечистая, роженица нечистая. Вопросы нечистотности состоит в том, что душа роженицы вследствие событий родов, вследствие выхода ее души за младенцем, вследствие разъединения двух душ, которые находились в утробе матери, могли находиться определенное время, все это ослабевало душу роженицы. И она входила, так сказать, в первопороговое состояние переживала первые, так скажем, сутки-полтора, а потом входила в духовный переход. Этот переход у нее длился три года, согласно закону русского духа, и в это время, в это время за душами, за душами, находящимися в таких состояниях, охотятся нечистые силы, сущности различные нечистые. В научной литературе они называются нечистиками, читайте Никифоровского, он очень хорошо про это сказал, ну и другие исследователи. И поэтому они, так как роженицу оберегали, оберегали различными оберегами, то она была для них недоступна, но они ждали момента всегда, как говорится, все же попытаться эту душу захватить себе. Поэтому там, где находилась роженица, всегда были вот эти сущности. И отсюда порождено мнение, что она нечистая, совершенно правильное мнение, она нечистая, потому что вокруг нее рожи этих, как говорится, как пчелы слетаются, леосы слетаются на чашку с медом, так вот нечистая слетается к ней. Понимаете ли? Поэтому попадая в это пространство, нормальный человек, если он не защищен хорошо, он может пострадать от этих сущностей. Вот отсюда. А роженица, конечно, чистая, но у нее душа ослабленная. По-моему. Хорошо, благодарю. Аркуинон еще уточняет, насколько я знаю, по Неву носили только замужние женщины, девицы их не могли надевать. Хороший вопрос, спасибо за него. Знания в нашем в этом плане, конечно же, та научная литература, которая существует, она совершенно неполная. Полевые исследования достаточно четко ясно, и мои, и других исследователей, многих, говорят, что есть культуры, ну, например, Сядемская, крестьянская родовая культура, это бывшая Тамбовская губерния, сегодня это Зимеченский район Пензенской области, там девицы надевали по Неву в день совершеннолетия. Если мы возьмем Вятку Белоруссии, там по Неву надевали вообще с семи лет, первая девчоночья по Неву, потом одна колышка называлась. Если мы возьмем районы, Великописаревский район, Сумской области, там живут великорусы, там по Неву девочка надевала сперва с одного полотна, подрастала невеста становилась, ну более-менее подрастала девочка несовершенной, носила два полотна, невестой три полотна по Неву надевала, а уже бабой надевала с прошлой по Неву. Поэтому у нас сведения, нужно читать просто больше сейчас литературу, ее достаточно очень много пошло по одежде, относительно советского времени, конечно. И там очень большой круг понимания этого вопроса, он расширяется. Поэтому я об этом и говорю. Хорошо. Вопрос эфир от Эдуарда. Существует гипотеза, что по мере роста плода у женщины, когда он меняется от земноводного к млекопитающему, происходит вселение соответствующей души. К примеру, земноводного, затем эта душа меняется на другую по мере развития, и в итоге меняется на человеческую душу. Были ли у вас подтверждения данной точки зрения? Коротко. Нет. Отлично. Следующий вопрос от Руслана. Здравствуйте. Вопрос обращаются все те правила, о которых вы говорите, или хотя бы частично? Да, конечно же. Я же, когда говорю в настоящем времени, я это подразумеваю. Вообще, я даже сам удивился, в свое время удивлялся, что многие законы русского духа, они выполняются не только в сельских, родовых, крестьянских, так скажем, культурах, но и про районные городишки и поселки молчу, они даже во многих областных городах, так скажем, эти законы выполняются, им строго следует. Я приведу вам пример такой, который может удивить, как говорится, и даже видавших виды полевиков, так скажем, народоведов, культуроведов, этнографов и прочих антропологов. Вот. Село, допустим, Подсереднее, Глуховка, Иловка, это Старооскольский, это Алексеевский район Белгородской области, пограничие Белгорода и Воронежа. Вот. Там до 2003 года было обязательным, до 2003 года было обязательным на свадьбе невесту повивать в Панёву и в Рогу и Кичку. А сегодня начали отходить от этого чуть-чуть. Как бы не стало обязательным, но большинство это так и делает. Это сегодня и все остальные вопросы, так скажем, и свадебного, и в отношении роженицы, похорон, поминок, беременной, это просто, так скажем, обязательны. Вот. В этом ничего удивительного нет. Все. хорошо. И еще небольшое дополнение Григорий тут нам прислал к своему вопросу. Я так и не понял, рожали ли наши женщины на Руси роженицы непосредственно в воду или нет? Я вопрос этот вообще не затрагивал рождению в воду и его, так скажем, вот в нашей беседе не обсуждал, поэтому вы совершенно остаетесь в неведении, так как он не затронут. Спасибо. Вот, да, видимо, потому он и задал вопрос, что не понял, услышал, видимо, думал, что пропустил. Затрагили, это отдельная тема, и мы его сегодня трогать не будем. Хорошо, но вот все вопросы были заданы, те, которые к теме относятся, еще несколько вопросов были, которые к теме непосредственно не относятся, поэтому я не стал их озвучивать. У нас в заключении есть такая традиция, когда мы говорим нашим радиослушателям от себя что-то хорошее, даем какие-то напутствия, связанные с нашей сегодняшней темой. Вот этому я предлагаю посвятить последнюю нашу часть. Спасибо. Но, опять же, слово «традиция» не наше, у нас есть очень хорошее слово «искань». Это корень «кон». То есть у славян есть «коны», «поконы», «искань», «исконы». То есть то, что дано народу Всевышним, Творцом, Вседержителем изначально. И вот мы их сохраняем. А традиция это то, что, мы уже говорили, ведет нас в никуда. Я бы хотел пожелать нашим слушателям, чтобы мы были очень внимательны к самим и к себе, к своей семье, к своим женам, к своим детям, к своему народу. Были очень внимательны. Смотрели, что сегодня происходит. Смотрели на окружающих, что они делают, кто их ведет, какая сила, светлая или темная сила ведет. Вот это очень важно. Очень важно нам понимать, что основой духовных опор является русский язык. И что сохранение русского языка, оно возможно только тогда, когда мы будем понимать, что он нам нужен, что это наш родной язык. И что чужой язык, нам не опора. Это болото, чужой язык, понимаете ли, это вот. Ну нельзя в болоте найти опору, да, она засосет просто-напросто. Поэтому сбережение языка, это понимание происходящего, это понимание, где ты находишься, кто ты есть, что ты не Иван, не помнящий родства, а что за тобой стоит многотысячелетняя история твоего народа, твоей культуры, что культуру нам нужно. Культура это чисто славянское понимание культ. И ура, культ это бог, то есть это возделывание, если широко толковать и правильно, это возделывание духа человеческого, это взраивание души своей. То есть вот мы должны беречь свою культуру, что нам оставили наши предки. если мы это будем транжирить и плевать в потолок и смотреть это не мое дело, вот он пишет замусоривает язык, а я пройду мимо и не скажу, так скажем, и свое не сделаю, то, что мне положено в этом отношении, буду детей своих учить этому, так скажем, и восхищаться этим, как вот нас учили восхищаться нерусскому языку, так скажем, неродному в советское время, то я думаю, что нам сложно будет сойти с колеи смерти преодолеть родозгонию, в которую нас ввел 20-й век, а у нас сегодня мы победили, русский народ победил в конце 90-х годов, мы скинули ярмо темных сил, которое было у нас, так скажем, мы можем сегодня клянуть Горбачева, Клясть, Ельцина, вот, есть за что, конечно, но мы должны понимать, что в это время, в это время совершилась духовная победа, нам открыты врата духовные, нам открыты врата получения благодати, нам открыто право молиться Богу, право уважать своих предков, свою культуру, но против этого идет остеревенелая война сегодня, это тоже мы должны понимать, что русский народ, как державно образующий народ, государство России, как народ, который держит свет на земле, это надо тоже понимать, вот, что как народ у нас великая судьба и судьба человечества связана с русским народом, то есть вот мы тоже должны понимать ответственность не только родовая, но мировая, общекультурная лежит на русском народе, то есть мы должны ширить, мы должны мыслить широко, раздвинуть свои очи и оторвать их от земли, что у нас судьба небесная, и она находится, вот мы нас, как говорят, рода довели до нашего нынешнего времени, и это лежит на наших поэтому мы должны осознавать и соответствующим образом вести себя. Хорошо, благодарю за столь пламенную речь. Пламенно, да? Да, от себя. Я спокойно это сказал. Ну, можно говорить, находясь в совершенно спокойном теле, но при этом будоражить мысли слушателей. От себя хочу сказать вот что, ведь чисто там нигде убирают, а где не мусорят. Вот то же самое касается и наших всех полей, всех телес и наших вообще мыслей форм. Если кто-то плюет на мать и сам и другим это позволяет делать, то и наша мать будет грязная. Я имею ввиду про землю. То же самое, если мы плюем свое прошлое, то и наше прошлое будет грязное. Если мы коверкаем его, то и оно тоже будет исковерканное. А как с исковерканным жить? Вот сделайте просто такие выводы для себя и не поддавайтесь на какие-то провокации, внедрения, нововведения. Кто-то говорит, что язык постоянно меняется, его нужно реформировать, нужно изменять. Да, вот плюньте тому в глаза, кто-то вам говорит. Наш язык это самое дорогое, это то, что генетически свойственно нам. Если мы убираем часть своей генетики, мы убираем часть себя. А генетика это род по-русски. Да, совершенно правильно, вот это да, это наш род. Вот, поэтому просто это все понимаете. А по поводу традиции, мы знаем, что многие слова уходили сначала на запад, а потом в искаженном формате, в искаженном варианте возвращались к нам. Так вот, как раз традиция, это древнее наше слово, которое было уже искажено много раз и вернулось к нам, но мы забыли про свое. То род ц я, то есть понятно, что да, вот род и я, это одно и то же. Вот это и есть то слово, которое к нам вернулось в виде слова традиция. Но давайте мы слово традиция уберем и скажем исконь, и вот когда я с родом, вот это вот я и есть. Потому что если мы с родом разлучаемся, то тогда мы и гибнем. Благодарю, огромная благодарность за столь интересный познавательный эфир, благодарность всем нашим радиослушателям, кто участвовал в создании этого эфира, потому что ваши вопросы помогли нам что-то, может быть, где-то уточнить. Мы могли, когда общались, что-то упустить, а вот когда уже человек со стороны задает вопрос, это все-таки говорит о том, что вот на это стоит обратить внимание. Итак, напомню, что сегодня 26 февраля 2016 года пятница по одному из современных календарей, по одному из старейных 36-го день месяца в юг из туши 7524-го лета вторника. Опять же говорю, по одному из, то есть в календаре у нас множество было. Родокон женщины, беременности, роды, порождающие такова тема сегодняшнего эфира. Главный соведущий Кутюков Павел Иванович. Всем низкий поклон. До новых встреч. Услышимся. Народное Славянское радио Для пытливых умов Тихо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...